Аминь. Спасибо, Альфия. Замечательно. Первое. Хочу воспеть тебя больше, чем могу. Второе. Через горы, реки и моря течёт любовь твоя. Стоит только обратиться. И вот любовь. Третье. Царь Иисус, ты с нами наш Спаситель. Замечательно. Слава Богу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это особенное время. Время нашего роста, время воспитания зрелости и отклика на Твои смыслы, задумки, на Твои мысли, которые делаются нашей мудростью, учением и нашим разумением. Славься, Бог наш! Слава Тебе! Во имя Твое Иисус мы молимся и просим Аминь. Сегодня у нас одиннадцатое слово посвящения по посланию Якова. Мы с вами во второй главе. И сегодня мы пройдём порцию с одиннадцатого стиха по восьмой стихе. И перед этим, в десятом слое посвящения, мы говорили о собрании в церкви, которое рассматривает и Яков, и Дом, и Духом Святым. И ободряет, вскрывая некоторые моменты, когда в церкви может, и иногда так и происходит, предпочтительное отношение к людям. Это фаворитизм, когда встречают не взглядом Иисуса Христа, а сбиваются на ветхую греховную природу, и тогда видят и золотой перстень, а там человек, и золотой перстень, и богатую одежду. А когда это видится, то рядом стоит человек в скудной одежде, бедной. И тогда происходит разделение. Разделение, когда богатому человеку представляется преимущественное место, и бедному говорится, а ты вот здесь сядь у моих ног. Четвертый стих. Не пересуживаете ли вы в себе? То есть, не разделяете ли вы в себе этих людей драгоценных? Если мы посмотрим на крест Голгофа и на всю эту картину, которая описывается в Евангелиях, мы видим, как все сословия, находившиеся в Иерусалиме, и первосвященники, и фарисеи, книжники, начальники иудейские, и простой люд тоже, кричали. Они были все равны, все грешники. «Если ты Сын Божий, сойди с креста». И откликай Иисуса на это. Отец, невмени им этого грех. Они не знают, что они делают. Это проявление любви Отца, которой не хватает человеку любому. И он проповедует с креста. И услышали его слова. И один из злодеев, который был на кресте, рядом с крестом Иисуса Христа, и взмолился, и сказал, «Господи, когда будешь в своем царстве», что он сказал? «Царь, мы можем, ты будешь в своем царстве». «Ты вечный». «Ты будешь не в гробнице, а в царстве». Удивительная картина веры в любом человеке. И богатый. Это был сотник. Это офицер и его роль была очень ответственна провести четко всю эту казнь. И он, когда слышал и то, что говорил Иисус в молитве, и тот ответ, который Иисус сказал, «Сегодня же будешь со мною в раю». и для него также произошло следующее вторжение слову. Оно нужно как бедному, так и к богатому. Для того, чтобы произошло это чудо, нужен Господь Иисус, распятый, принесший себя и воскресший. Нужен тот, кто будет проповедовать и для бедного, и для богатого. У богатого будут большие сложности, потому что, ну вот мы читаем с вами 19 главу Евангелия от Матфея, мы видим богатого юношу, начальника израильского. Начальник, вероятно, из-за того, что он из богатой семьи, высокого сословия. Он приходит к Иисусу и говорит, что мне сделать, чтобы получить царство Божие. И Иисус говорит ему, как учили того, этого молодого юноша, но соблюдают все заповеди. Какие? Иисус перечисляет ему, не упоминая первую заповедь. Возлюби Бога своего, не делай себе кумира. И молодой человек с радостью говорит, что он соблюдает те заповеди. Но искренние отношения этого молодого человека таковы. Чего мне не хватает? И Господь расставляет акценты в его жизни. все, что ты имеешь, продай. А у него было большое имение. Да, продам, вероятно, проходят мысли такие, подсчетов. Действительно, денег будет много. Это богатый человек. Справлюсь. Иисус продолжает речь и раздай нищим. И следуй за мною. Освободись от того, что тебя крепко захватило в жизни. Освободись. и следуй за мною. То есть возлюби Бога своего. Следуй за Господом. Он открыл ему практически весь понуривший молодой человек богатый, он не сказал, а кто ты такой, чтобы так распоряжаться. Он его уже относил к Мессии. Но те слова, которые были сказаны, еще он был далеко от принятия Иисуса Христа. Он ушел в печали. Ученики сказали, о, если так, то кто может? войти в Царство Божие. Потому что у каждого есть своя степень нажитого. Богатство как сеть, которая человека захватывает и, кроме того, захватывает, обрабатывает человека. человека. Но оно не является тем, что непреодолимо. Нужны такие люди, которые свободно с этим расстались. Те, которые и не имели. Бедные. 5-й стих. Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог? Что это обозначает? Он пришел для всех и для бедных, и для богатых. откликаются нищие, ждут его, а те, которые замучились в своей жизни и неудачах, грешники, богатые они могли приносить жертвы и считали себя, что у них все в порядке по тематике греха. Они могут принести жертву. Мы видим с вами Евангелие от Луки 15-ю главу, такую замечательную картину. На этой картине, если бы мы представили это полотно, есть место, где находится Иисус. Он сидит или стоит. К нему целый поток людей идет. И их взгляды устремлены на Иисуса. Там написано 1-й, 2-й стихи. они шли для того, чтобы слушать Иисуса. Их не тяготило ничто, кроме того, что им нужен Мессия, который их спасет от этого образа жизни, в котором они оказались и по своей сущности, и по греху первородному. красивая картина. Для нас, верующих, эта картина такая. Мы смотрим и мы радуемся тому, что столько людей идет к Иисусу Христу. И мы радуемся тому, что они будут, их сердца будут ободрены в Его любви. Еще одна группа. Итак, первая это Иисус, вторая это грешники и мытари, которые идут к Нему, чтобы услышать. И третья группа это фарисеи, книжники. Они стоят и смотрят на эту группу. И их размышления такие. К Нему идут грешники и мытари. Они не смотрят на причину, почему к тебе идут. Но это слышание Господа преображает этих бедных, что они идут и везде рассказывают, что Господь сказал. эти слухи, как рикошет, возвращаются к фарисеям и книжникам. И из-за того, что Иисус общается с мытаями и грешниками, они не слышат слова. Им нужно, чтобы эти слова многократно было, а были произнесены. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог? Они откликаются. Богатые тоже придут. Позднее. Быть богатыми верой у этого бедного человека ничего нету. Он приходит для того, чтобы воспринять учение, получить эту мудрость, получить учение и разумение и идти переполненным его благодатью, милостью и спасением. И становится избранным Богом. Он богатой верой, наследник царствия, которое было обещано любящим его. Кто говорит? Яков. Вполне возможно, он был когда-то неверующим человеком. Евангелие от Иоанна 7 глава. Когда накануне великого праздника братья Иисуса, которые не были верующими, говорили Иисусу, ну, чего ты здесь-то сидишь, нужно было бы идти на праздник. И там бы челеса творил. Они рекомендовали ему. И Он говорил им, мое время еще не пришло. И если взять все вместе, вероятно, они не слышали и про Отца, и как Он слушает то, что скажет Отец, потому что Он делает все по слову Отца. они не были верующими. И Яков тоже вполне возможно был в то время. Но постепенно произошло такое, когда мы видим книги в Библии, в Евангелиях, да и во всем Новом Завете эту Личность, которая насытилась словом и обедает других. Посмотрите на тех, кто богат и верой. Они являются героями Божьей благодати. У пастора Стивенса есть такой буклет «Чемпионы благодати». Когда мы думаем о чемпионе, это человек, который много предпринял собственных усилий чего-то достичь. Когда мы видим чемпионов благодати, то за ними стоит величайший чемпион благодати и распорядитель ее, который рад передавать благодать спасения, наседания мудрости Божьей Иисус Христос. И благодаря тому, тем дарам, которые Он нам передает, мы через некоторое время становимся теми, кто являются официантами в этом мире, которые подчают любого человека благодати и милости и знают, что любящим его, а мы возлюбили его, Господь обещал царствие и исполняет это царствие, потому что это царствие Божье, вот оно, среди людей это церковь. Шестой стих. А вы презрели бедного, слово презрели, атимадзо, тимео, это ценность, а отрицание, а вы позорите этого бедного. Это разрушительный эффект. И это как в послании к Галатам, когда апостол Павел пришел в Галатийские церкви, вероятно, в Антиохию, и проводил замечательное время в церкви с верующими. язычниками. И все было хорошо. И те радовались, и слушали его. Но вот пришли люди, верующие из церкви в Иерусалиме, епископом, который был Яков. Там среда в церкви отличалась очень сильно от того, что было на периферии, где были обращенные к Иисусу Христу из язычников. в Иерусалимской церкви достаточно много было тех людей, которые обратились и из книжников, и из фарисеев тоже. И они составляли некоторую свою группу. Им трудно было отказаться от закона. Мы не отказываемся от закона, хочу поправиться. Мы любим закон, потому что закон Моисеев. Эти десять заповедей, они прекрасны. Прекрасны в том, что не мы, а Он их выполнил, Господь Иисус. И Он нам объясняет любовь Бога. И когда мы возлюблены и успокоены, мы с вами чтим эти заповеди, но относимся к ним, как Иисус выполнил все это и дает нам неподражаемую, а необъяснимую любовь, которая превосходит всякое разумение. И вот люди бедного сословия, они были самыми быстрыми, которые воспринимали слово, любили слово. Это те самые мытари и грешники, которые приходили к... Правда, мытари были богатыми, но они знали, что они нарушают этот закон, все эти заповеди, и для них необходимо было, чтобы явилась милость. И Господь дал эту милость. И вот бедных по видению, скудная одежда, известный рейтинг может быть в социальной среде, вы презираете его, вы позорите этого человека. В то время, как написано у Петра в первом послании, 2 глава, 4 стих, говорится о том, что он, 9 стих, говорится о том, что Господь сделал нас царственным священством. Каждого из нас, где нет ни еврея, ни язычника, ни мужского пола, ни женского пола, все восхваляют Господа такие свободные, потому что они постигли совершенный закон, закон любви и жизни вечной. И вот тех, из которых отвергали, они были провозвестниками всего этого. Ведь богатые, отвергая веру в Иисуса Христа, привлекали к суду этих бедняк. И 7 стих, не они ли вот эти люди с золотым перстнем и в вы знаете, мне бы не хотелось, чтобы у нас сложилось превратное отношение к богатым людям. Они нуждаются в том, чтобы быть спасёнными. Им нужны эти драгоценные уверовавшие богатые верою. И по мере того, как эти богатые возрастают в Иисусе Христе, в них происходит точно такое же чудо, которое произошло с нами. 7 стих, не они ли без славя доброе имя, которым вы называетесь? очень важная фраза для нас. И важность её такая. Каждый из нас должен знать это доброе имя, которым мы называемся. «Мы Христовы». Антиохских верующих стали называть в окружении христиане. Поначалу это название, которое произошло от неверующего народа по отношению к верующим, звучало презрительно. Но потом обнаружилось, что всё исцеление, благословение, новая жизнь, новые отношения, новые утверждения в семье, среди своих сработников идёт оттуда. И идёт так, что ломает барьеры, выстраиваемые другими людьми, которые отторгают Иисуса Христа. Расскажите всем людям, когда мы читаем 19-ю главу Евангелия от Луки про Закхея. Если вдуматься в эту картину, она очень некрасивая. А с точки зрения верующего, то, что происходит среди окружения Иисуса Христа, они идут, радуются и так далее. И Закхей маленького роста, да, он мытарь. Для нас с вами какая разница, правда? Никакой. А для тех в то время, они уверовали и для них это представляло такую игру отталкивать от Иисуса Христа отталкивать. Закхея не возмущался, его всегда отталкивали. Вот такая вот он, он взялся за такую профессию, исполнял ее хорошо, может быть, лукавил, не знаю. суть заключается, он искал встречи с Иисусом Христом. И когда он натерпелся этих отталкиваний, как мячик, его все время вышвыривали из этой толпы вокруг Иисуса, он посмотрел и траектория пути, по которому Иисус шел, и увидел дерево. А, здорово! И он обнял это дерево как друга, который не отталкивает, забрался на него, чтобы увидеть, и у него самый лучший обзор получился. Кроме того, Иисус его сразу же увидел. Кроме того, Господь обратился к нему за кейс и слезай с дерева. Я сегодня у тебя обедаю. Радости это просто неимоверно. Когда пастор Матти рассказывал мне об Иисусе Христе. И мне нравилось слышать то, что он говорит. К этому времени я влюбился в Библию, но все время препятствия были. И у меня было желание после этих разговоров с пастором Матти попросить его Библию. И вот происходит следующее. Он мне говорит, ну что, может быть, ты примешь Иисуса Христа как своего Спасителя? И у меня вопрос, а зачем? Мне казалось, у меня в жизни уже все схвачено. На работе великолепно. Достаток хороший. И я подумал, интересно, он мне предлагает Иисуса. Если он прав, и Иисус и есть такой реальный, то тогда я все выигрываю. Хотя нормально жизни без него. Если он неправ и его нету, ну как была жизнь, так она остается. Я принял его только лишь посмотреть, а так ли. Я понимаю, что сейчас много, ну некоторые люди скажут, ой, ой, да прежде чем мы приняли его реально, у нас были разные размышления. Некоторые во время этих размышлений срываются. Уже будучи пастором, я встретил одну даму, она шла по улицам Баку, и у нее было тяжелое состояние, духа. вот мы стали с ней разговаривать, у нее трагедия произошла, ее единственный сын погиб, он был игроком, по-моему, это были соревнования в Стамбуле по ручному мячу, и команда победила, команда ее и ее сына. они обрадовались, и перед тем, как отъезжать на родину, они решили прокатиться на катере. Катер перевернулся, он погиб, да и другие тоже. Вот, и для нее это было, ну, естественно. И вот я с ней говорю, и эти слова утешения, и говорю, хотите принять Иисуса? Вот, да. И вдруг она видит на противоположной стороне улицы человека, грязного, пьяного, и он идет, держится за стену дома. вот-вот упадет. И она говорит, подождите, подождите, это вы говорите, что если человек примет Господа Иисуса Христа, то он спасется всякий, да, и вот этот, да. Она отказалась. Внутри произошел бунт. Мы все чадо противления, но как нужны те чадо противления, которые будут подготовлены ситуациями своей жизни к тому, чтобы принять Христа. Я принял и потом увидел, что это все прекрасно. Это невероятно. вы опозорили бедного, небогатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды. У меня встретилось достаточно много таких людей, но они в конце концов пришли к вере. Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь имя Христа. Если вы исполняете закон царский по Писанию, что это за царский закон, возлюби ближнего твоего, как самого себя, вы хорошо делаете. Вот они рассуждения, к чему пришли. Есть царский закон, кто этот царь? Царь царей. Да, в Римской империи был царский закон Лекса Регина, по-моему. Это народ передает императору римскому бразды правления над ним. И император, он клянется, что он будет любить народ. Ну, в какой-то степени, я точно не знаю формулировку этого закону, но это тоже царский закон. Это были царские законы. В книге Левит, 19-я глава, 18-й стих, Господь говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя, и слушайте, что он там дальше говорит. Я Господь. Замечательно. А вот Евангелие от Матфея, 22-я глава, с 36-го стиха по 40-й. Смотрите, что Иисус говорит. Царь царей, Господь господствующий. 22-я глава. К Иисусу подошел один из фарисеев и сказал «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей «Возлюби ближнего твоего как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Царский закон. Это говорит Иисус. Если вы исполняете закон царский по Писанию «Возлюби ближнего твоего как себя самого», то хорошо делайте. Откуда взять эту любовь? Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 21 глава Петру, который говорит «Я люблю тебя, но это любовь филио, дружественная». Иисус говорит «А ты корми агнцев моих, ухаживай, и ты обнаружишь, что во время этого служения Господь дает тебе невероятное отношение к этим людям, которым ты служишь. Это у Господа этот царский закон, это влияние, это любовь». И потом вот повторяет «Ты любишь меня? Люблю тебя, любовь и филия». «Спаси овец Мои». Служение, которое мы имеем в Иисусе Христе, невзирая на лица, но от Иисуса Христа, Иисусом Христом превращается в чудо. В нас живет этот царский закон. любить ближнего своего. Потому что Он делает все, чтобы передать нам эту любовь. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за это время. Благословите слова, которые мы услышали. Прославься, Бог наш. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Скажите молитву, пригласите его в свою жизнь. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, приведи в живую церковь, люби, прощай, обучай, даруй постижение этого царского закона любви. Слава тебе! Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь сомнений. Слава Богу!